Добро пожаловать в библейскую субботнюю школу Центра Духовного Просвещения. Начался новый квартал, в котором мы будем исследовать новую тему из Библии. Эта тема называется так – «Решающие противостояния на земле. Весть трёх ангелов из книги Откровения». Мы будем работать преимущественно с 14-й главой книги Откровения. Но для того, чтобы её уразумить, её нужно разместить в контекст. И потому сегодняшний первый урок, который называется «Иисус побеждает, сатана терпит поражение», он посвящён 12-й главе книги Откровения. Начинаем. Первые пять стихов. «И явилось на небе великое знамение, жена, облечённая в солнце. Под ногами её луна, и на главе её венец из 12 звёзд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищена была дитя её к Богу и престолу его». Зададим несколько вопросов по этому отрывку. Первый такой. Кто этот младенец? В пятом стихе он описан так. «Это тот, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Дальше в книге Откровения эта фраза у нас встречается в девятнадцатой главе. Прочитаем там стихи с одиннадцатого по шестнадцатый, чтобы узнать, о ком идёт речь. «И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нём называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». «Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечён в одежду, обогрённую кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облечённый в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Божия. На одежде и на бедре его написано имя Царь, Царей и Господь Господствующих». В этом отрывке есть целый ряд имён, которые все безошибочно, вкупе с описанием, указывают на Личности Иисуса Христа. Он пасёт их жезлом железным. Этот младенец, рождение которого описывается в 12 главе книги Откровения, – это Иисус. Иисус, Иисус, ставший Христом, то есть помазанником Мессией, Спасителем. Дальше вопрос, кто эта жена? У кого родился Иисус? Вроде бы этот вопрос довольно лёгкий. Иисус родился у Девы Марии, это всем известно. Но эта жена названа знамением. В 1 стихе 12 главы книги Откровения говорится, «И явилось на небе великое знамение». То есть это не буквальная женщина. Так же, как другое знамение 3 стих – дракон. Это символ, как мы увидим дальше. То есть эта жена – это не буквальная женщина. Потому появляется вопрос. Вот она описана с определёнными символами. Солнце, луна и 12 звёзд. Где ещё в Библии встречаются солнце, луна и 12 звёзд в рамках одного пророческого образа. И что этот образ означает? В Библии есть только один ответ на этот вопрос. Это книга «Бытие», 37 глава, стихи с 9 по 11. «И видел он ещё другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел ещё сон, вот солнце и луна и 11 звёзд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придём поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Речь идёт о сне Иосифа. И здесь он один из 12 звёзд, ему 11 звёзд поклоняются, как и луна, так и солнце. То есть вот эти три символа – солнце, луна и 12 звёзд – в Библии обозначают семью Иакова, он же Израиль. 12 сыновей стали родоначальниками 12 колен народа израильского. Таким образом, этот символ угадывается безошибочно. Речь идёт об израильском народе. Иисус родился в Израиле. В послании к Римлянам, в 9 главе, в стихах 4 и 5, об этом читаем следующее. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновления и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос, по плоти сущей над всем Бог благословенный, во веки. Аминь». Иисус родился в Израиле. Это жена, это знамение, это израильский народ. Кто такой дракон? Что Библия рассказывает о значении этого символа? Ответ находим в 9 стихе 12 главы книги Откровения. «И неизвержен был великий дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Дракон – это символ сатаны, символ дьявола. Итак, дьявол готовится пожрать младенца, Иисуса Христа, который рождается в израильском народе. Удалось ли ему это? Как закончился вот этот эпизод, описанный в первых пяти стихах 12 главы книги Откровения? Сказано в 5 стихе, «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Родившийся младенец был вознесен к Богу и его престолу. Этот язык в книге Откровения уже встречался. Мы читаем, например, в книге Откровения, в 3 главе, в 21 стихе следующие слова Откровения 3, 21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Это говорит Иисус Христос, который уже вознесся после завершения своего служения на земле. То есть младенец родился, дьявол его пытался пожрать, и на протяжении всего служения, всей жизни и служения Иисуса эти попытки не оставлял, но был безуспешен, поскольку Иисус свою миссию выполнил, и он вознесся на небо, откуда и сначально пришел на нашу землю. То есть Иисус Христос говорит, «Я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот об этом, если кратко, первые пять стихов 12 главы книги Откровения. Но еще обратим внимание на один момент. Сказано, что дракон, вот хвост этого дракона увлек с неба на землю третью часть звезд. В 4 стихе об этом говорится. Что обозначают эти звезды? Он сказано, он увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Чуть дальше вот эти же слова «незвержение на землю» повторяются в 9 стихе, в 12 главе, и написано, «И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним». То есть отсюда мы узнаем, что эти звезды, которые были незвержены на землю, это ангелы его, ангелы сатаны. Этот факт нам пригодится чуть позже, когда мы будем читать следующий отрывок из 12 главы книги Откровения. Итак, прочитаем. В 12 главе стихи с 7 по 9. Первый вопрос, который нам нужно прояснить, когда произошла эта война и соответствующие низвержения сатаны и его ангелов. Если читать 12 главу, предполагая, что все события там изложены в хронологической последовательности, то тогда нужно прийти к заключению, что Иисус родился на земле, совершил свое служение, вознесся назад к Божьему престолу на небо. Затем, 6 стих, «жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, и там ее питали определенное время, и после этого только произошла на небе война». что так понимать последовательность событий нельзя, явствует из, прежде всего, 4 стиха 12 главы. Мы уже с вами читали о том, что на момент, когда дракон стал пред женою, чтобы пожрать младенца, которого она должна была родить, на тот момент он описан так, начало 4 стиха, «хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». То есть, то, что описано в 9 стихе, на момент рождения Иисуса уже состоялось. Тот, кто хотел пожрать младенца, это тот самый хвост, кого увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Это событие уже состоялось. Оно описано в категориях греческой грамматики с использованием аориста. Аорист – это время, которое указывает на события в прошлом, уже состоявшиеся, результаты которого продолжаются и на момент рассказа. Об этом говорил Иисус Христос в Евангелии от Луки, глава 10 стих 18. Он же сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». То есть, совершая свое служение, Иисус говорит, это уже состоялось. Сатана уже спал с неба, как молния. Поэтому то, о чем нам рассказывается в стихах 7 по 9, это отсылка назад, к событию, которое имело место ранее, еще до рождения Мессии. В начале война, потом некоторые ее этапы, о которых мы сейчас будем говорить, низвержение на землю, затем спустя какое-то время рождение Иисуса, Его служение и так далее. Ну что ж, выяснив это, давайте обратим внимание на места действия. Стихи 7 и 8 говорят о небе. Произошла на небе война. 8 стих говорит, не нашлось уже для них места на небе. Итак, небо – это первое место действия. В 9 стихе упоминается Вселенная и затем Земля. Небо, Вселенная и Земля. Вот это три места действия, которые указаны в тексте. Какими же были этапы этой войны? Ну, прежде всего, для того, чтобы война состоялась, необходимо, чтобы уже были две противоборствующие стороны. То есть это означает, что восстание сатаны и работа его среди ангелов и работа, вследствие которой одна треть все-таки пошла за ним, она уже состоялась на момент начала 7 стиха. 7 стих описывает, когда две противоборствующие стороны, они стали уже в открытой фазе войны противопоставлять себя друг другу. сражаться. Интересно также отметить, что слово «война» в оригинале – это полемоз. И хотя оно может означать «война» в смысле сражений, но оно также означает споры, полемику. Итак, произошла на небе война. Какие были этапы этой войны? 8 стих говорит. Но не устояли. То есть дракон и ангелы его не устояли. Они проиграли. Они проиграли вот эту полемику, эту войну. Это первое. Что еще произошло? Не нашлось уже для них места на небе. Они были устранены с неба. Обращаю ваше внимание на то, что слово «небо» здесь используется в единственном числе. Это нам скоро пригодится, потому что мы знаем, что, согласно Библии, есть три неба. Об этом можно прочесть, кому интересно, во втором постанове Коринфянам, в 12 главе, стихах о втором и третьем. Третье небо – это там, где рай, там, где Божий престол, о чем говорится в книге Откровения и так далее. Вот там у Божьего престола им не нашлось места. Они были выдворены оттуда. Будучи выдворены оттуда с неба, единственное число, где они оказались, 9 стих говорит, «обольщающий всю Вселенную неизвержен на землю». В современном переводе Института перевода Библии в Заокском написано «обманывавшие» – прошедшее время. И это лучше согласуется с временем причастия, которое здесь используется в оригинале, поскольку оно, в греческом, оно следует времени глагола. Так вот, после выдворения с неба деда оказался во Вселенной, и он обольщал, он обманывал всю Вселенную. И вот обманывавший всю Вселенную низвержен на землю. Вначале обольщение Вселенной, затем низвержение на землю. Ну и, конечно же, появляется вопрос. С ангелами понятно. Он одну треть обольстил еще до войны, с ними пошел войной на тех ангелов, которые остались верны Богу, проиграл, не устояли, не нашлось места на небе, оказались во Вселенной. Кого обольщали во Вселенной? Это не могли быть ангелы, потому что, кого он смог, он уже обольстил, а именно одну треть. У нас есть подсказка непосредственно в 12 главе книги «Откровения». Мы находим здесь следующее. В 12 стихе написано. «И так веселитесь небеса и обитающие на них». Как и в синодальном переводе, в оригинале слово «небеса» используется во множественном числе. Помните, в 7 и 8 стихе небо в единственном числе, небо как место Божия престола, а здесь небеса. «И на небесах», а их, напоминаю, трое, «есть обитающие». Это, повторимся, помимо ангелов. У нас сегодня нет времени, чтобы подробно изучать эту тему. Вы можете найти более детальную информацию в проповеди, которая называется «Откровение духовной войны». Она посвящена 12 главе книги «Откровение». Это проповедь номер 35 из цикла проповеди, которые посвящены книге «Откровение». Всего там 63 проповеди. И ссылка на эту проповедь есть в описании этого видео. Там есть больше информации о том, кто такие живущие во Вселенной и так далее. Но нас сейчас интересует вот какой вопрос. Почему Сатана и его ангелы были сброшены именно на Землю? Почему не на Венеру, Марс, любую другую планету в Солнечной системе или в другой Солнечной системе, даже в другой какой-то галактике? Почему здесь они оказались? Посмотрим на Евангелие от Луки, 4 главу, 6 стих. Луки 4, 6. «И сказал Ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана Мне, и Я, кому хочу, даю ее». Иисус эти притязания дьявола не оспаривал, а Он называл Его князем мира сего. Чуть позже в апостольских писаниях Он назван Богом века сего, князем, господствующим в воздухе. Как же Он получил эту власть? Как Он стал мироправителем здесь, на земле? Ответ – это власть, говорит Сатана, «предана Мне». «Предана» значит «передана». В современном переводе российского библейского общества написано «это все отдано Мне». Помните ли вы, кто отдал власть над землею Сатане? Ведь изначально она была передана Адаму и Еве, и довладычествуют они, говорит Господь, над рыбами морскими, над сию землей. Сатане власть над нашей землей передали наши прародители Адам и Ева. Повиновавшись Ему, встав на его сторону, ослушавшись Господа, встав против Него, они отдали власть над землей в Сатане. Вот почему Сатана оказался именно на этой планете, именно на нашей земле. Продолжаем читать текст 12 главы книги «Откровения» дальше и прочитаем стихи с 10 по 12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Адамца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Какой этап борьбы, какой этап войны описан в этом отрывке? Вот какие у нас есть указания. В 10 стихе написано «Настало спасение» и написано «Власть Христа». В книге Евангелия от Матфея в 28 главе, в 18 стихе, есть такие слова. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Чуть дальше, в 11 стихе 12 главы книги Откровения написано «Они победили его кровью Агнца». Поминается «Кровь Агнца». Это ссылка на распятие, на смерть Иисуса. Итак, фаза борьбы, которая описана здесь, это Голгофа, это распятие, это смерть Агнца Божия Иисуса Христа. Когда настало спасение, и вследствие его воскресения Иисус Христос говорит «Да на мне всякая власть». Кровь Агнца стала применяться, стала использоваться. Это первый вопрос. Следующий вопрос по этому отрывку. Давайте проверим вторую часть 10 стиха в иных переводах. В Синодальном написано «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Вместо этого в иных переводах написано «Обвинитель братьев наших, который обвинял их». И это полностью соответствует подлиннику. Дело в том, что пред Богом клеветать на кого-то, это абсолютно невозможно. Ложь, она даже не будет рассматриваться в Божьем присутствии. А вот обвинение, указание на реальные грехи людей Божьих – вот это то, чем сатана на самом деле занимался. Итак, обвинитель, который обвинялся, сатана указывал на реальные грехи. Как же его победить? Как противостать вот этой его деятельности? 11 стих говорит «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». То есть, факт смерти Иисуса Христа, которая была во искуплении грехов всего мира, он лишил дьявола почвы под ногами, потому что всякий, кто прибегает к этой жертве и кто применяет кровь Агнца, он обретает прощение, он обретает спасение, очищение от грехов. И поэтому словом своего свидетельства о смерти Агнца, о своих грехах исповеданных, мы обретаем победу над дьяволом. У дьявола просто не остается больше ничего, чем можно было бы шантажировать, в отношении чего можно было бы обвинять избранных божьих. Что открывает конец 12 стиха, 12 главной книги Откровения? Написано «Горе вам, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Здесь откровение колоссальной важности. Дьявол знает, что для него начался обратный отчет времени. Он знает, что ему немного остается времени. Он знает, что он проиграл. Он знает, что главная битва из числа всех этих сражений, которые описаны в 12 главе книги Откровения. Главное сражение он проиграл. И сейчас идет уже обратный отчет. И это важно знать каждому, кто верит в Иисуса Христа. Дьявол – это уже побежденный враг. И у нас есть способ, у нас есть средство. Одержание победы над дьяволом также. Продолжаем читать 12 главу книги Откровения и посмотрим теперь на стихи с 11 по 13. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила, младенца мужеского пола?» Итак, вопрос. Когда начались преследования жены? Ответ – сразу же после смерти Иисуса. Поскольку контекст здесь – это именно кровь Агнца. И вот именно в силу этого дьявол знает, что ему немного остается времени. И когда он это осознал, он начал преследовать жену. То есть сразу же после вознесения Иисуса, после его победы, о чем, собственно, так и говорится. В 5 стих 12 главы книги Откровения говорит о вознесении Иисуса, а 6 говорит о том, что жена убегает. То есть первое, что важно отметить – преследования начались сразу же. после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Теперь очень важный вопрос. Кого именно преследовал дракон? Кого именно? 13 стих говорит – жену, которая родила младенца мужского пола. Надеюсь, вы еще не забыли, кто такая жена, которая родила младенца. Это Израиль. Это Израиль. Но здесь важно уточнить – это тот Израиль, который принял своего мессию. это те, кто кровью агнца и словом свидетельства своего побеждает и одержал победу над сатаной. То есть не все в Израиле приняли Иисуса в качестве мессии. Вновь это тема отдельного разговора, но важно осознавать, что на данном этапе повествования 12 глава книги Откровения не вводит никакого нового образа. Нету какой-то второй жены, которая сменяет первую жену. Это все та же самая жена, которая родила младенца мужского пола. Это та же самая общность, это тот же самый Израиль, принявший своего мессию. Теология замещения, которая стала популярной в истории христианства, не выдерживает никакой критики во свете этого и многих других отрывков Священного Писания. Не вместо Израиля церковь, а церковь и является Израилем, принявшим своего мессию. Повторим, не все, есть и неверующие, есть и те, кто неверием, отпал от этой маслины, как апостол Павел рассказывает в 11 главе послания к Кремле. Но неужели отверг Бог народ свой? Никоим образом да не будет, говорит апостол Павел. 12 глава послания семи церквам, книга Откровения. Это четко показывает. Дальше. В этой 12 главе прочитаем стихи 6 и с 14 по 16. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». В этом отрывке у нас есть два обозначения времени. В 6 стихе 1260 дней, а в стихе 14 в продолжении времени, времен и полувремени. Что показывает сравнение этих двух обозначений? Ответ очевиден. Это тот же самый промежуток времени. То есть гонения начались сразу же. Но затем в этих гонениях на народ Божий была особая фаза, особый период. И он обозначен двояко – 1260 дней и в течение времени, времен и полувремени. Что это означает? Сколько это? Библейский месяц состоит из 30 дней. Об этом можно прочесть очень ясно и понятно, в библейском повествовании о потопе. Соответственно, библейский год состоит из 360 дней. То есть 30 умножаем на 12. И когда у нас 1260 дней, то с легкостью обнаруживается, что это в сумме 3,5 года. Соответственно, фраза продолжение времени, времен и полувремени обозначает 3,5 года. Что означает этот отрывок? Где в Библии он уже встречался? Ответ в 7 главе книги Даниила. Давайте прочитаем. В 7 главе книги Даниила, стихи с 23 по 25. Об этом он сказал. «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Что описывает этот период? Мы находим тоже, что это преследование святых Всевышнего. И речь идет о том же самом. Но седьмая глава книги Данила дает нам масштаб. Там описывается четыре зверя, которые выходят друг за другом. И они в книге Данила объясняются, начиная со второй главы, затем седьмой главе, затем в восьмой главе. Это Вавилон, Медоперсия, Греция и пришедшая на смену Греции Римская империя. Потом из нее происходит десять иных царей и царств. Трое из них искореняются благодаря появлению какой-то новой власти, новой силы. То есть вот в пророческом времени мы находимся уже тогда, когда Римская империя пала и когда три части ее также уже пали. Это времена Средневековья. И вот на протяжении всего этого времени в книге Даниила действует принцип «один пророческий день равен одному буквальному году». У нас нет времени сегодня об этом говорить, этот принцип обосновывать. Кому интересно, можете найти соответствующие записи. И речь идет о продолжительности времени длиной в 1260 лет. Это время преследования народа Божия. И вот что мы находим дальше. Книга Откровений, 12 глава, 17 стих. Прежде чем мы прочитаем, давайте обратим внимание вот на что. Каковы итоги этой фазы войны? То есть, сатана преследовал сразу же церковь, сразу же после смерти, воскресения и вознесения Иисуса. Потом был этот особый период преследования. Что же было в результате? Каковы итоги вот этой фазы войны? Вот что мы находим. Шестой стих. «Бог обеспечил место для своего народа и питание этой жене». Далее, 14 стих. «Даны были два крыла большого орла, чтобы она летела в свое место от лица змея». То есть, она обретала помощь, чтобы спастись и физически сохраниться. Дальше мы находим в 16 стихе. «Земля помогла жене». То есть, сатана не смог достичь цели. Своими преследованиями, попыткой полного физического уничтожения церкви Божьей, Израиля Божьего, тех, кто верен Господу, этой цели дьявол достичь не смог. И вот теперь 17 стих. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каковы признаки народа Божия, истинных детей Божьих? Во-первых, давайте проверим середину этого 17 стиха в иных переводах. У нас сказано «с прочими от семени ее» в синодальном переводе. В переводе «Нового мира» написано «с оставшимися из ее потомства». То есть, это та же общность, это та же группа. В каждом поколении новые люди соответственно. Так вот, с оставшимися, с теми, кто сохранил то же ДНК, ту же веру, дьявол хочет вступить в брань. И рассверепел дракон и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Но, каковы признаки остатка, вот этих оставшихся? Во-первых, они сохраняют заповеди Божьи. Во-вторых, они имеют свидетельство Иисуса Христа. То есть, если говорить в общем, они сохраняют Божий закон, они верят в Его незыблемость, в Его вечность, и они наряду с этим верят в Иисуса Христа, имеют свидетельство Иисуса Христа. Чуть позже, в 14 главе 12 стихе написано «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Если задать вопрос подробнее, что такое свидетельство Иисуса, вот именно в книге «Откровения», то мы находим его несколько раз. В первой главе, в стихах первом и втором, это описывает откровение, полученное Иоанном, наряду со Словом Божьим. Он свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, вот на острове Патмос находясь. То есть, это вот эти откровения, получаемые от Бога, пророческие откровения. Помимо этого, в 9 стихе написано так, Откровение 1.9. 1.9. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Отсюда становится понятно, что свидетельство Иисуса Христа имело место в Рознияно и до острова Патмос, и за Слово Божье, то есть, за проповедь Слова Божья, и за проповедь свидетельства Иисуса Христа, он и оказался в ссылке на острове Патмос. То есть, свидетельство Иисуса – это рассказ об Иисусе, это евангельское повествование, это откровение об Иисусе Христе. Наконец, в 19 главе, в 10 стихе, эта фраза снова встречается, написано, «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Оказывается, свидетельство Иисуса – это то, что было у Иоанна и его современников, его братьев, братьев по вере. То, что имели Иоанн и верующие, его современники – это откровения Духа Святого, которые продолжились и за пределами заключения Нового Завета. Это апостольские писания, вот в них, в Евангелиях, в посланиях был явлен дух пророчества, свидетельство Иисуса. И этот дух сопровождал Церковь Божью на протяжении всех веков и обещан до самого конца. Итак, первая тема этого квартала называлась следующим образом. «Иисус побеждает, сатана терпит поражение». На всех этапах этой духовной войны, на всех этапах каждого сражения дьявол терпел проигрыш, он терпел поражение. И его низвержение поэтапно было все более и более глубоким и основательным. Главная вещь сегодняшнего урока заключается в том, что он – дьявол, сатана, дракон, древний змей. Он – враг побеждённый. Он до сели существует. Он по-прежнему даже в апостольских писаниях назван Богом века сего, мироправителем и так далее. Но тем не менее, он сам знает, что он побеждён. Вот в этом контексте и в этом свете мы будем изучать весть трёх ангелов.